Восстание декабриста 1825 года до сих пор вызывает бурные споры. Переломный момент, который мог кардинально изменить ход нашей истории, лег в основу исторического блокбастера «Союз спасения». Сначала один фильм, теперь новый многосерийный драма с мировым размахом. Исторические локации воссозданы с поразительной точностью. Каждая деталь имеет значение. А еще мегазвездный состав, и сегодня они в нашей студии. Это Первый канал. Добрый вечер. Я, Дмитрий Борисов. В эфире специальный выпуск. Пусть говорят. Отправная точка, 1814 год. Россия празднует окончательную победу над Наполеоном. Главные герои – молодые офицеры. Триумфально вернувшись из Парижа, они намерены изменить порядок жизни в России. Срубить верхушку и забрать власть. Готовим переворот. Возьмите меня. Каких перемен вам нужно-то? Хочу жизнь переменить. Знаете, здесь интересно. Здесь жизнь. Восстание декабристов на Сенатской площади в 1825-м – кульминация. Создатели картин изучили архивы и рассказали историю с самого начала. Во всех подробностях в сериале более ста персонажей. Около трех тысяч человек приняли участие в создании массовых сцен. На свободу без жертв не возьмешь. Разве не так? Мы – мученики за свободу Отечества. Безумцы меняют мир! А чего вы хотели? Резню здесь устроить, как в Петербурге? Без присяг, вот она устоит, Россия. Жестокость они мне могут простить. Слабость не простят никогда. Жальтесь к площадям! Жальтесь к площадям! Для съемок были пошиты тысячи костюмов, париков, шиньонов, флоконов, коз, бород, усов, бакенбардов. И все это ради создания максимально реалистичных образов героев. Князя Волконского Петра Михайловича, начальника главного штаба, уволить в бессрочный отпуск для поправления здоровья. А кого на мое место? А это уже не ваше место. Потрясающая детализация достигнута и благодаря компьютерным технологиям и мастерству художников-постановщиков. Зритель полностью погружается в происходящее на экране. Локации воссозданы с исключительной точностью. Практически весь проект снят в экспедициях. Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тверь, Псков. Многие сцены снимались в подмосковном селе Ольгово усадьбе Апраксина. Иногда съемочной группе приходилось творить невозможно. Например, сцена с горожанами, греющимися у костра после петербургского наводнения, снималась на Ленфильме в 30-ти градусную жару. Вся жизнь между этими двумя отметинами. Так ничего и не сделал, о чем мечтал. Но не все ведь зависит от нас. Неисполненная мечта – это грех. В этом времени было все. Мечты, надежды, честь, отвага, любовь, грехи. Но создатели фильма назвали его временем гнева. И если полнометражный фильм «Союз спасения» показал, что произошло в 1825-м, то многосерийный фильм ответит на вопрос, почему это случилось. Об этом сегодня пусть говорят. На первом канале сегодня уже четвертая серия. Впереди еще продолжение истории. Сегодня звездный состав будет здесь, в нашей студии. Первым я приглашаю сюда народного артиста России Александра Домогарова, исполнительной роли графа Михаила Милорадовича. Он здесь сегодня с нами. Встречаем. Добрый вечер, Александр Юрьевич. Добрый, добрый. Здрасте. Я знаю, как вы тщательно готовитесь к исполнению ролей, вы погружаетесь в свои персонажи. Так было наверняка и с Милорадовичем. Милорадович, который занял пост военного губернатора Санкт-Петербурга после Отечественной войны. Это о многом говорит. Человек, прошедший Бородинское сражение? Михаил Андреевич был тем человеком, который договаривался, чтобы французские войска беспрепятственно дали отойти за Москву. Личная встреча была Милорадовича и Мюрата, который возглавлял наполеоновскую конницу. И разговор примерно на современном языке звучал так. Дадите нам уйти, мы вас оставим живы. Их не дадите, мы будем биться за каждую улицу. Это все ребята-выходцы Отечественной войны 12-го года. За ними колоссальный опыт боевых действий, непростых. За ними опыт побед, за ними громадный опыт поражений. За ними оставленная Москва. За ними взятие Парижа после оставления Москвы. Эти офицеры прошли вот это горнило войны 12-го года. И, естественно, это не могло не оказать влияния на их человеческую сущность. Александр, скажите, а вы были озабочены тем, чтобы, не дай бог, у вас не получился современный человек? То есть продумывать другой ритм речи? Нет, не был. Или само собой так получилось? Не был. Каким бы ты современным человеком не был, но одев костюм, сапоги, шпоры, шпагу, крепкий воротник, который держит твою шею, не дает тебе согнуться, не дает тебе голову склонить на бок. Саша, ну это у вас. Вы просто гениальный артист. Я хочу вам сказать комплимент, потому что вы сыграли... Вы знаете, трагическая гибель Милорадовича, это... Ну вы знаете, это просто на разрыв аорта. Здорово, гвардейцы! Он за Николая. Нет, нет, он за Константина. Замолчите! Или не узнаете меня? Шпага сия! Подари на мне цесаревичем Константином! Извольте отъехать, а оставить солдат в покое. Стоять! Сверху! Нали! За мной! За армией! Шагом! Сверху! Сверху! Детки мои, не купите душу свою. Детки мои, не купите душу свою. Сверху! Сверху! Детки мои, не купите душу свою. Вы стопроцентно попали в эту роль. Но вам хотелось сыграть самого Милорадовича? Вы быстро согласились на приглашение? Я когда получил это приглашение, я сказал... О! О! Клянусь, это было такое... О! Потому что... Вот со школьной скамьи помню, что какой-то генерал погиб во время сенатского восстания декабристов. Я не знал его фамилии, но то, что его застрелили декабристы, это я читал. Это единственный боевой генерал, который погиб вот так глупо и так нелепо. Человек, у которого убивали коней во время Отечественной войны. У него сбивали шляпы пистолетными и ружейными пулями. Он ходил по краю жизни и смерти. И вот этот человек был убит, выйдя к трем тысячам солдат на коне. Один. Я как артист задавал себе один вопрос. Что могло двигать? Вот видите, Дима, Александр может про своего героя часами рассказывать. Потому что он к нему относится как к живому, объемному, сложному человеку. Может быть из-за этого потом такие сцены... То, о чем начала говорить Алла Евгеньевна, что сцена одна из самых фантастических фильмов. Вы знаете, многие актеры, надевая действительно исторические мундиры, чувствуя на себе груз ответственности, что это фильм основан на исторических событиях, хотя художные, все равно начинают чего-то играть. Вот мне кажется, большое достоинство, большой плюс этого фильма в том, что люди-то там живые. Я смотрю, ну как... Вот сегодня, почему я говорю, какой актуальный современный фильм не только по событиям, но и по людям. Как они себя ведут, как они реагируют на события, что с ними происходит. Это очень важно. Мне кажется, Александр, ваша работа, она действительно особенная. Она трогает, потому что... Вот вы приходите объявлять им, да, вот этот приговор. Я думаю, ну сейчас вот как это можно сыграть? Все очень просто, по-человечески. Я сейчас перебью, это не моя работа. Вот поверьте, поверьте мне, каждый герой ленты «Союз спасения» полнометражного фильма заслуживает отдельной истории, совершенно отдельной. Каждый. И это видно. Это видно на экране. Муравьев-апостол, Николай, Александр Первый, Милорадович, Волконский, Аракче. Все. Это все неоднозначные фигуры. Потому что нет ни одного артиста в этой картине, про кого можно сказать, вот он не вписывается. Я могу сказать, браво. Это что-то инородное какое-то тема. А браво всем и каждому. Давайте прямо сейчас увидим еще одного артиста. Роман Сергеевич Мадянов, исполнитель роли графа Ракчеева в нашей студии. Сегодня заслуженный артист России. Тоже такая яркая роль в «Союзе спасения». Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я занялся. Я занялся. Я занялся. Хочешь с краюшку? Я сяду по центре. Вот так всегда. Ты уголочек самый мягкий. Я вот так вот. Ты самый такой лакомый уголочек занял. Артем Сергеевич, расскажите нам, как работалось на картине. Не было вот этого груза ответственности, о котором говорят, что, в общем, такие персонажи, история, все будут смотреть под лупой, проверять потом по книгам. Изумительно. Это же удовольствие. Замечательно. Когда выходишь на площадку, вот, понимаете, не надо никому доказывать, что ты не верблюд. Это замечательно. Потрясающая команда артистов. Посмотрите, какое удовольствие. Выписана замечательно сцена. Очень сложная, тяжелая, по внутренним делам. И с ней надо справиться. И чем она сложнее, тем для артиста интереснее. Смотрите, шили на тебя костюм. Такая красота. Я как посмотрел. Приджи. Вон он, зайка. Боже, вон стоит. Мой порожень. Вон он стоит. Смотрите. Хорошо. Тяжелое время. Перед самой отставкой было. И тяжело, и внутренне было. Но от этого такое удовольствие получаешь. Такая планочка была задана. Когда? Обмануть нельзя. Прости, что попортил тебе много крови. Так и я вам. Да ведь сейчас то самое время, Михаил Михайлович, шалить. Если так дальше пойдет с нашим кинематографом, я за него спокоен. И действительно было такое ощущение. Вы же все звезды. Вы же знаменитые артисты. И казалось бы, ну сейчас мы уже все про них знаем. Они там уже столько сыграли. И вот удивительная вещь. Практически все, вот лично для меня, мне показались, они какие-то другие. Аверин другой. Вы совершенно другой. Безруков, поразительный. Потому что там немного слов у него. Но он какой-то совершенно другой. Сережа уж, которого мы видели, перевидели. Все другие. И это тоже, мне кажется, заслуга и режиссера, и всех артистов. Вот я объясню, почему это происходит. Вообще эта картина совершенно новаторская. Я ее смотрю, открыв рот. Дело в том, что у нас исторического кино, серьезного исторического кино практически не было. Потому что давлял что-то с реализмом. Хорошие, плохие, правые, виноватые. И так везде. Здесь это не просто у каждого своя правда. Действительно. Почему такой мощный ансамбль создан? Потому что все герои невероятно амбивалентны. И вся неоднозначность героя, вот она выпуклой становится. Я такого исторического кино у нас не видел. Все же привыкли, я не знаю, что условно Аракчаев более-менее негативный персонаж. Тут на него смотришь, он обаятельный, совершенно разносторонний, другой. Правда-то в сериале одна. Да, конечно. В чем суть восстания декабристов? Люди устраивают государственный переворот, обманом выводят солдат. Солдаты думали, что они идут за императора Константина и жену его Конституцию. И вот два самых трагических персонажа всего фильма и всей истории декабристов. Генерал Милорадович, его подло убивают, убивают спину, добивают штыком. Ну, этого в тот момент ему, наверное, сложно было представить. Генерал Аракчаев, верный слуга государя, его оболгали уже, вы простите, советские историки. Сделали из него такого, держи морду. И огромное спасибо вам, что вы вернули к нему обаяние. Обаяние служения государству. Раз человек служит государству, значит молодец. Роман Анатольевич, а когда вы готовились к роли, вы относились к Аракчееву как к положительным или как к отрицательным персонажам? Вот для себя внутренне просто. Нет для меня ни положительных, ни отрицательных. Я много раз говорил об этом. Нет ни положительного, ни отрицательного. И даже когда играли Абакумова, даже когда играл Абакумова, она положительная или отрицательная. Я не имею права, я адвокат своего персонажа. Русская история, она восхитительная, она интересна. И появление такого фильма, который возбуждает интерес, который заставляет восхищаться историей, который заставляет восхищаться кино, игрой актеров. Это есть достижение, что кончилась война эпохи исторических, когда мы говорим, это черное, это белое, снова мы пытаемся перевернуть все. А это любование историей, новое историческое сознание. А еще это кузница кадров для молодых актеров. Просто все звезды, кого мы сейчас знаем, так или иначе были задействованы в Союзе спасения. И это почти не преувеличение. После короткой рекламы вернемся, оставайтесь, пусть говорят. Это пусть говорят я, Дмитрий Борисов. Мы вновь в эфире. Масштабная кинодрама «Союз спасения» теперь состоит из восьми серий. Проект ценеделит героев на хороших и плохих, предоставляя зрителям возможность сделать выводы самостоятельно. В фильме главные звезды нашего кино. Но на первый взгляд может показаться, что эта картина с мужским лицом. Кажется, задействованы вообще все взрослые и молодые актеры нашего кино. Но образы декабристов были бы неполными без их верных спутниц. Не зря выражение «жена декабриста» давно стало нарицательным. Декабристки – это и жены, и невесты, и сестры, и матери, которые добровольно поехали в Сибирь за осужденными. Демонстрируя не жертвенность, а невероятную силу. Им нельзя было передумать и вернуться. Брать в ссылку детей запрещалось, а рожденные уже там дети не могли претендовать на титулы и на наследство. Спасибо большое! Вы спасли нас! Как я люблю вас! Не хотите! Только не хотите! Пожалуйста! В кинопроекте «Союз спасения» женских образов немного, но каждый из них яркий и запоминающийся. На первом плане героиня София Эрнстанна Бельская, вымышленная невеста Сергея Муравьева-Апостола. Вы зовете меня вот это, к замужу. Это же предложение. Где цветы? Цветы. Когда делают предложение, дарят цветы. У нас всегда выдают мелочи. Я прежде хотел знать... Когда делаешь предложение, обязательно знать заранее. Анна Бельская стала неким собирательным образом жены декабриста. Ее любовь и вера в свою мужчину по-настоящему искренне. Когда я ехала, меня всюду пропускали. От того, что я твоя невеста. Еще один женский персонаж, жена Кондратья Рылеева Наталья в исполнении актрисы Варвары Гусинской. Несмотря на всю опасность задумки поэта, она рядом с ним. Кондратья! Кондратья! Даже после случившегося на Сенатской площади Наталья Рылеева наивно полагает, что все обойдется. Но в этой сцене она видится с мужем в последний раз. Прости меня. Отдельного внимания заслуживает, как Ксения Кутепова сыграла императрицу Елизавету Алексеевну, а также супруга подполковника Гебеля Розы Антоновны в исполнении Кристины Бродской. Мне представилось, будто сюда привели сейчас подарок коня настоящего. А он мигает глазом, трясет головой, смеется. Не смеется, Ваше величество. Ржет. Коня ржут. Вот есть деньги, возьмите. Так это вы. Как же так-то? Почему? Они находятся по другую сторону баррикад, но история каждой из дам сердца героев киноромана трагична по-своему. Исполнительница роли княгини Екатерина Трубецкой и Марина Коняшкина в нашей студии сегодня. Добрый вечер. Роман Сергеевич, поддержите меня? Конечно. Как декабристку. Тоже одну из... Я готов. На диван такой. Поддержка от Романа Мадянова дорогого стоит. Как вам ваша героиня? Вы бы смогли повторить судьбу ее? Это, конечно, сложный вопрос. Но мне кажется, во многом бы смогла. Потому что для меня, наверное, так же, как и для моей героини, самое главное – это семья, муж, преданность. Счастье для нее, для Екатерины было именно в том, чтобы быть рядом со своим супругом. Четыре счастливых года супружеской жизни. Да, и надо сказать, что в ссылке у них появились дети. А до этого она очень долго не могла забеременеть, лечилась в Париже. И у них вот как-то не получалось. А именно в ссылке, ну, по каким-то источникам у них родилось девять детей, и пятеро погибло, умерли. А в каких-то источниках у них осталось семеро детей. Ну, в общем, достаточно много. По нынешним меркам так вообще. Четыре года счастливой жизни до Сенатской площади. И 25 лет каторги. Да. Уже после. Давайте посмотрим кадры из фильма. Я не был с ними. Ты не был? Тогда зачем за тобой пришли? Объяви меня, я сама. Катя, не я. Я сделал то, что давало, пусть и ничтожную, но надежду на успех. И они мне поверили. Но я ошибся. А за ошибку заплатили они. А теперь и ты. Мне надо идти по-другому, невозможно. Ну, это просто сцена, где все должны плакать. Я смотрю на Наталью Игнатьевну. Просто у вас глаза на мокром месте после просмотра этого фрагмента. АПЛОДИСМЕНТО. АПЛОДИСМЕНТО. Да, все, что рассказывала здесь исполнительница роли, все соответствует действительности. Это была встреча двух человек по огромной любви. И она первая, которая едет за своим мужем в ссылку. Она добивается, что ее туда отправляют. Но полгода ее иркутский губернатор выдерживал, все время посылал гонцов письма в Санкт-Петербург, какое еще будет распоряжение от императорского дома, чтобы задержать еще какими-то медонами. И в конце концов было получено разрешение. И потом вот счастливый финал, что были дети. И потомки есть от этого замечательного рода. От этих людей. Ну, теперь пришло время. Давайте смотреть на лица самих декабристов, исполнителей ролей. Ефим Петрунин к нам присоединяется. Исполнитель роли поручика Ивана Сухинова. Он здесь, в нашей студии. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТО. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот к слову о каторге. Ваш-то герой, я так понимаю, бежал трижды потом. Это самая сложная роль, да простят меня мои коллеги. Потому что про всех декабристов написано куча-куча-куча книг. А вот про Сухинова аж четыре строчки в Википедии. И здесь пришлось, как бы сказать, фантазировать, придумывать различные какие-то, опираясь на факты, которые есть. Это самое интересное. Понимаете, они-то должны соответствовать историческим ходульным персонажам. Их надо оживить. А тут делай, что хочешь. Дело в том, что Сухинов Иван Иванович был отправлен в ссылку, это понятно. Лишился, соответственно, всех дворянских там чинов. Он был дворянин изначально. И уже в ссылке он попытался организовать побег. И ему уже этого не простили. И назначили смертную казнь. И вот тут Сухинов Иван Иванович не выдержал. И за день до вынесения приговора он повесился. Поэтому, мне кажется, это был ключевой момент. И здесь от этого я отталкивался как раз, пытаясь нащупать характеристику персонажа. То есть вы знали финал и дальше додумывали, как он к нему пришел. И путь к этому финалу я уже придумал сам. А помогало, вот то, что вам рассказывал Александр Домогаров, помогало одежда входить в образ? Это просто 95% мне кажется роли, потому что... А покажите нам костюм, у нас есть возможность. В котором как раз у нас Ефим и работал на площадке. А можно я примерю его? Конечно, нужно. Потому что, мне кажется... Без деньщика этого невозможно никак. Ну... Как из молодого парня 21 века сделать... Ну, во-первых, сразу осанка меняется. Декабреста образца 821. Сразу, мгновенно. Ну вот, собственно, как-то так, да. Там есть еще пару деталей. Вот самая удобная часть, мне кажется, костюма. Она тяжелая? Нет, нет. Очень удобная, на самом деле, шапочка. Удобна она чем? Тем, что во время съемочного процесса можно было положить вот в эту шапочку разные детальки, которые не относились к тому времени. Мобильный телефон, например. И поэтому иногда вот так вот ходишь, а там там... Да, но я сейчас смотрю на вас и понимаю, что то, о чем говорит Александр Ильич, что вот достаточно надеть костюм, и сразу уже другое просто впечатление от человека, от всего происходящего. Ну, хочется говорить на французском сразу. Да, Сергей Итырин в нашей студии. Сергей Ильич, скажите нам, ведь это очень важная часть процесса вообще погружения в детали. Да, тут тоже не может быть ошибок. Важная, конечно. Конечно, детали обычно и на них очень часто и прокалываются. Потому что есть большое количество задач, которые как бы в приоритете. Выбрать здания, на фоне которых разворачивается действие. Выбрать интерьеры, подобрать мебель. И в конце концов можно какие-то вещи упустить. Так, оставим Ефимов в форме? Нет, можно не оставить. Это здесь вот очень жарко. А, ну хорошо, тогда это аргумент. Это аргумент. Что касаемо деталей, вот, дай мне перчатку. А, мне показалось. У нас были лайковые перчатки на картине. Вот понимаешь, что такое? Вот ты в форме, и у тебя еще белая тончайшая лайка. На руках. Которая удобно взять повод. Которая, может быть, даже четче держит коня, чем руки не в лайковых перчатках. Ты должен соответствовать даже этому. Потому что ты не просто белые перчатки, как в театре матерчатые одеваешь, которые на развес дают. А это весь сшит. Хорошие продюсеры были, мне поскупили. Весь сшит. Здесь, понимаете, скупиться, не скупиться, наверное, разговор не в этом. Вопрос материалов. Качество материалов. Да, да, это да. Потому что бесконечные сели в стали, лошади. Это все современные ткани могут не выдержать такой нагрузки. Это же все равно. Вот из этих деталей, мне кажется, и складывается общая. Потому что вот когда смотришь общую картину, массовка, да, вот эта вот площадь. Не ряженые люди, а настоящие. И я подсел, я думаю, насколько же все это достоверно. А где они это снимали? Перенеслись в 1825-е и снимали в Санкт-Петербурге. Да? Да? Вы знаете, что? А снимал Никита Высоцкий, сценарист, режиссер, и, кстати, актер тоже фильма «Союз спасения» в нашей студии сегодня. Встречаем. Добрый вечер, Никита Владимирович. Сколько лет в вашей жизни заняло работ над проектом? Я думаю, что это же не то, что вот вы решили, взяли, поехали, сняли. Вы знаете, я же, кроме того, что режиссер, как бы режиссер, я такой случайно, волею судеб. А я был автор сценария. И сценарий я начал писать, я очень хорошо помню, когда, потому что только я его начал писать, у меня родилась дочь. Вот. И ей через месяц будет 11 лет. И потом, ну, вы знаете, что сначала была готова картина, а потом было принято решение, это редкое решение, и, в общем, достаточно рискованное решение, продюсерское, снимать сериал. Обычно сериал снимается одновременно с фильмом художественным. У нас, скажем, ну, и у нас были проблемы. Великий совершенно русский актер Калтаков, который играл в картине «Союз спасения», он просто, он скончался, так случилось, он тяжело болел, и он умер. И, в общем, мальчик, который играл Александра, довольно быстро рос, как вы понимаете, да? То есть это были проблемы, вот. Но мне кажется, что это было очень рискованное, правильное, хорошее решение, красивое. Этот проект надо было доделать, доснять. Вот сейчас это... Вот у меня есть ощущение, что дочери 11 лет, проект завершен. Законченное произведение. Никит, скажите, у вас была задача, художественная задача, не нарушить художественный стиль Кравчука? Да. Но тогда возникает вопрос, а если, был ли у вас простор для собственной художественной фантазии? Вот откуда взялся стиль? И у Кравчука тоже для этой картины взялся свой стиль. Вот, когда я прочитал литературный вариант сценария, прочитал вслух своей маме. К сожалению, она скончалась год назад. И это было давно, вот тогда вот, когда вот моя дочь только родилась. И она сказала, и я думаю, все мамы, всех участников этого проекта могли бы сказать то же самое, может быть, даже и говорили. Сказала, Никита, это должно быть невероятно красиво. Это невероятно... АПЛОДИСМЕНТЫ Невероятно красивое время. Невероятно красивые люди. По обе стороны. Чья была идея тогда, 11 лет назад, обратиться именно к событиям, там, 200-летней давности, ими переосмыслить этот довольно большой и сложный пласт истории? Вы отрежете это мое заявление. А может, нет? Константин Львович Эрнст. Продюсер не давил нас. Да, он давал нам свободу, давал нам творить. Понимая, что это сделать картину про декабристов, как бы заказную, заказ выполнить невозможно. Надо влюбиться, надо почувствовать, что ты их всех знаешь, что это твое, да? И тогда, может, он нас торопил, но не спеша. Вот именно. Один след. Здесь глубокое красиво. Обаятельные актеры, прекрасные костюмы, отличная режиссура. И поэтому хочется добавить деталей, исторических деталей. Потому что обаяние вызывает ненужные, на мой взгляд, обаяния к другой стороне. Вот князь, не пришедший на заговор, глава заговора. Это как? Князь Трубецкой. Манифест Трубецкого. Единственный согласованный документ декабристов. Шестой пункт. Роспуск, уничтожение постоянной армии. Мы сегодня понимаем, к чему это ведет, естественно. Это государственная измена высшего пошиба. Неужели офицеры, прошедшие войну с Наполеоном, не понимали, что России нужна армия? Поэтому за всем этим иностранный след безусловно. Ну и вопрос, который задают себе декабристы, мы тоже задаем. А что было бы, если бы декабристы победили? Ответ на этот вопрос есть. Февраль 1917 года. Они победили кровавая война, разрушение страны, уничтожение и проблемы, которые мы еще сегодня пытаемся решить. Вот кто такие декабристы. Но снято красиво, обаятельные актеры, хочется сопереживать. Это и есть магия кино. Но когда мы говорим о магии кино, давайте не забывать про историю. Это были предатели. Они герои 12-14 годов, в том числе и Трубецкой. У него есть шпага, золотая шпага за храбрость, которая была ему дана. Он 18 лет, по-моему, закончил войну с Наполеоном. 18 лет. Это история, это трагедия любви, когда от любви могло совершиться ужасное и непоправимое. Но ведь история в чем? Они стояли в 300 метрах от неохраняемого нового государя. И они могли войти и перерезать всю царскую семью. И они победили бы, во всяком случае, в этот момент, но они погубили бы страну. И они этого не сделали. Но правила были, но Милорадовича убили, котла в спину. Это история о красоте, которая спасла в самый отчаянный момент. И их спасла от чудовищного злодеяния и страну от катастрофы. Это история красоты и любви все равно. Я сейчас сижу здесь и испытываю какой-то невероятный кайф, просто как гражданин России. Потому что я очень хорошо помню, что когда фильм вышел в 2019 году, он был подвергнут чудовищному астрокизму. Просто чудовищному со стороны кинокритики. За три дня до выхода в прокат Союза спасения была программная буквально статья Антона Долина, которая просто уничтожила совершенно... Лучшей картиной года была объявлена критиками. Да, да, да. Вы испытывали какое-то давление. Вам как-то говорили что-то. Потому что меня тогда все время куда-то приглашали. И я просто должна была с шашкой наголо защищать эту картину. Но это было очень тяжело у Ксении Собчак защитить эту картину. Это, конечно, было очень трудно. Вот вы испытывали это давление тогда? Если вы спрашиваете меня, нет. Это давление, оно было, я знал про это. Картина ругали не глядя. Мы же видели, что это не так, что это не про то. Это не про то, что нельзя молодым людям заниматься политикой. Это про то, что любовь может завести очень далеко. О том, что необходимо равновесие. О том, что необходимо увидеть друг друга и той, и другой стороне. Это об этом картина, а не о том, что сидите дома и бойтесь всего на свете. Нет, не об этом. То, что сделали вы, в первую очередь, это этот универсальный миф, в котором развивалась вся огромная советская историография о декабризме. Милица Васильевна Нечкина и Эйдельман. Это тома, тома, тома. Никакой преемственности в русском революционном движении, начиная с декабризма и кончая октябрем 1917 года, не было. Андрей Александрович, почему либеральных критиков так и норовили они раскритиковать свое спасение тогда, не могли пройти мимо? Дело в том, что история с декабристами – это наш национальный миф, драгоценный и важный. Была такая тенденция, что с нашими национальными мифами обращались как с какой-то мерзкой помойкой. Их рушили, их деструктировали. Создавали на месте этих мифов кучу какого-то хлама. Это было, к сожалению, в кино. 90-е, нулевые годы. Я видел такие фильмы, которые на базе нашего национального мифа творили деструкцию. И слава Богу, огромное спасибо, что вы поступили иначе, что вы поступили с ним благоговейно. И создали вот это особое пространство, связанное с вот этим русским противоречивым, сложным сознанием историческим. И, как писал Брюсов про Сенатскую площадь, где первые вольности предтечи легли под взрывами картечи. И вы создали, я к режиссеру обращаюсь и к художнику-постановщику, вот этот вот старый Петербург. Это особое тоже значение, особая драгоценность. Огромное спасибо вам. Как потомки декабристов приняли новую расширенную версию фильма «Союз спасения». После короткой рекламы вернемся. Оставайтесь с первым канала. Всем еще раз добрый вечер. Это «Пусть говорят» я, Дмитрий Борисов. Новый взгляд на события, описанные в школьных учебниках. Главные зачинщики восстания декабристов. Кто они? «Союз спасения» теперь это восьмисерийный масштабный кинопроект собрал все максимально достоверные и малоизвестные факты. К следствию по делу декабристов было привлечено 579 человек. Главными организаторами были названы пятеро. Первый – полковник Павел Пестель. Его роль в фильме исполнил Павел Прилучный. Бравый офицер впервые завел о себе еще в Бородинском сражении, где был тяжело ранен и награжден золотой шпагой за храбрость. Руководил одной из двух основных тайных революционных организаций декабристов – Южным обществом. Вы себя на юге в сущего якобинца превратились, Павел Иванович. Собирались спасать Россию. А теперь? Хотите революцию? Так это и есть спасение. Второй Сергей Мороев-Апостол в исполнении Леонида Бичевина, сын дипломата, детства провел в Париже. Прошел Отечественную войну против Франции и заграничные походы. В 25-летнем возрасте уже имел звание подполковника. Стал одним из основателей Союза спасения и ключевой фигурой восстания Черниговского полка. За чертой никому не переходить. Дальше я пойду один. Знамя ко мне! Сережа! 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 Третий, самый молодой из пяти казненных, Михаил Бестужев-Фрюмин, сын надворного советника, вместе со своим другом, муравьевым апостолом, руководил одной из ветвей Южного общества декабристов и восстанием Черниговского полка. Роль исполнил Иван Янковский. О! А почему вино не выливается? Магия. Колдовство. Его дед Олег Янковский в 1975-м также сыграл одного из пяти казненных в фильме о судьбе декабристов «Звезда пленительного счастья». Народный артист СССР воплотил образ поэта Рылеева. Кондратьев Федорович принадлежал к дворянскому роду, воспитывался в Петербургском первом кадетском корпусе, учебные процессы которого нередко допускали телесные наказания. Отчасти именно это, по мнению некоторых историков, зародило в Рылееве протест против несправедливой власти. Возглавлял наиболее радикальное крыло Северного общества декабристов и стал одним из главных организаторов восстания на Сенатской площади. В кинопроекте «Союз спасения» роль Рылеева исполнил Антон Шагин. Действовать нужно немедленно. У России другого шанса не будет еще лет сто, князь. Безумцы меняют мир! Безумец Наполеон! Безумец Брут! Безумец Христос! Идите на площадь и побезумствуйте! Ну хоть раз в жизни! Ступайте домой! Пятый Петр Каховский происходил из обедневших дворян. Как человеку одинокому и вспыльчивому декабристу отвели ему роль цареубийцы. Оказался среди казненных во многом за то, что во время восстания нанес смертельное ранение петербургскому генерал-губернатору Михаилу Милорадовичу. Шара! А! Следствие длилось 7 месяцев. Допросы в своем кабинете вел и сам Николай I. Яновными в итоге были признаны 287 человек. 120 из них отправлены на каторбу в Сибирь, а пятеро приговорены к смертной казни через Париж. Продюсер многосерийного фильма «Союз спасения» Анатолий Максимов в нашей студии сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Анатолий Максимов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вопрос, который уже, в принципе, нам начал отвечать Никита Высоцкий на это, но он на поверхности все спрашивают, чем многосерийный фильм отличается от фильма. Это разные произведения? Это расширенная версия фильма? Делали первый раз. Такого не делали никогда и никто, насколько мы проверяли в истории мирового кино и телевидения. Мы выясним, когда посмотрим, что это такое, правильно или нет. Потому что бывает, не делают, потому что это, в общем, не нужно делать, а не делают то, что не догадались. До чего мы догадались после того, как вышел фильм? Первое и главное ощущение, которое нас посетило, оно как бы яркая эмоция, которую фильм вызвала у тех, кому он нравился, и у тех, кто говорил, что это не токено, которое нам нужно. Главное, что мы попали в нерв своего времени. Идея сама, которая столько лет нас держала, и ее было довольно сложно сделать, мы имели дело с высокоэнергийным материалом. Работало над фильмом в общей сложности почти 2000 человек. Группа фильма, потом группа телевизионного сериала. И то, что этот материал сошелся, то, что это сделано в некоем общем ключе, в общем понимании ситуации, наверное, будет самым главным большим результатом. Оказывается, так можно делать. То есть фильм был сделан, фильм вошел не весь, но материалы фильма вошли в сериал, но это два часа времени. Сериал это восемь часов. И то, что мы сняли, придумали, сделали вокруг фильма, ну это такой вот своего рода глобальный эксперимент, на который мы отважились. Мы поставили себе задачу рассказать о гражданском конфликте, представив обе стороны. Каждая из сторон воспламеняется любовью к отечеству, в общем, с одинако, с не меньшей силой. И выяснилось, что это противостояние не закончилось. Конфликт власти и своего рода креативного класса, а военная элита в тот период и была тем креативным классом, продолжается уже без малого 200 лет. И в этом, наверное, специфика русского пути. Обычно такого никогда не было. Что такое восстание декабристов с точки зрения, в принципе, культурного кода, ну это такой вот мощнейший генетический сбой, если говорить с точки зрения обычного социального и политического устройства общества. Когда началось восстание Пугачева, весь креативный класс, все дворянство сгрудилось вокруг. Смотри, говорили, это же страшные люди с топорами. Сейчас там, как любил шутить Пугачев, когда ему говорили, да я не дворянин, я астроном. Говорит, хорошо, повесьте его повыше. И это, в общем, производило впечатление на людей, что власть это то, что защищает людей. Но здесь возникла группа людей абсолютной жертвенной убежденностью, что власть враждебна, что власть это некая... Те, кто захватили страну и терзают ее, и приносят ей зло и боль. И они, в общем, реально жертвовали собой. И это, в общем, паттерн, который существует, правда, уже на протяжении столетий воспроизводится. И в 17-м году февральская революция началась словами «Великие тени декабристов отомщены». И дальше тоже, и когда-то там в 70-е годы у нас внутренняя оппозиция болела за сборную Чехословакии, против сборной Советского Союза. То есть это продолжалось. И, может быть, продолжается и по сей день, иначе бы не было такой острой реакции на фильм. Вот одна из этих проекций потрясающих – это, конечно, то, как создавался технологически этот фильм. Эти декорации, такие сложные системы, которые позволяют погрузить зрителей уже в образ того времени. С другой стороны, существует пласт вот этих декабристских утопий. Потому что пока они собирались, как в ненастные дни собирались они, они же к черту знает что там наговорили. Какие только они не придумывали странности для России. Там и расчленение на куски, и Марлинский хотел такой же парламент, как в Англии. И хотелось бы еще параллельно, поскольку фильм вызывает огромный интерес к истории живой, увидеть, может быть, на Первом канале историков, которые погрузят нас в мир этих декабристских фантомов. То есть вы призываете Анатолия снять еще один? Да, я всех... Мало было 11 лет работы, надо еще на 10... Всех призываю продолжать больше, больше и больше. Ну, кстати, вопрос на достоверности. Есть же сцены и фильмы, да, они были массовые военные сцены, тоже особое искусство их создавать, делать так, чтобы они были правдоподобными. Денис, я так понимаю, что к вам обращались за консультациями, за тем, чтобы вы помогали, собственно, делать их настолько живыми, эти сцены. Огромное спасибо Анатолию Вадимовичу вообще этому проекту, за то, что он дал возможность мне, моим товарищам, там работала достаточно большая команда инструкторов. У нас были солдаты, именно солдаты, а это солдаты современной российской армии. То есть в роли военных военных. В роли военных военные. Когда на протяжении нескольких дублей оператор и режиссер пытаются добиться чего-то большего, 300 человек военнослужащих начинают кипеть. И удержать их на этой площади, когда они стоят, тоже чего-то да стоит. Здесь впервые, не так, как это принято в историографии, были выставлены войска на Сенатской площади, потому что научные консультанты картины, Леонов, Попов, они по-другому посмотрели на ту информацию, которая была, переосмыслили ее. И здесь мы имеем возрожденную картинку, ту, какой она должна быть. Максимально достоверная? Максимально достоверная. Максимально приближенная. Удалось. Ну, во многом благодаря этим сценам тоже говорят, что «Спасение» — такое мужское кино с очень мужским характером. Но ведь есть и сцены очень романтичные. Просто тоже отдельный такой фильм в фильме получается. Давайте посмотрим. Ему нужен мой весь мир. Но я хочу большого. напомнить вам, на чем мы прервались. Я помню. Вы сказали, что любите меня. А вы? Я поверила. В нашей студии Денис Андреевич Слонмек. Добрый вечер. Потом, среди прочего, декабрист как раз Василия Давыдова. Вот вы какими глазами смотрите на этот проект? Во-первых, спасибо огромное за всю энергию, энергетику, которая вложена всеми участниками, сотнями тысячами людей в этом проекте. Мне кажется, он должен привлечь очередное внимание, насколько бесконечно интересна наша история, насколько велика наша страна. И насколько, кроме того, что бросаются в глаза вот эти батальные сцены, как все-таки важны вечные ценности, как семья, как любовь, как вот эти семь жен декабристов отправились в Сибирь. У меня, кстати, вот фотография есть одной из моих прабабушки, четыре раза пра, которая поехала в Сибирь. Вот. Она в таком сердечке. Это вот совсем недавно я ее привез в Россию. Она была где-то в эмиграции. Картина находилась. Женщина с исключительной памятью, которую рассказывал еще Петру Ильичу Чайковскому. Он много об этом писал. Про то, как Пушкин приезжал, значит, в одно из вот мест, Каменка это называется, где южное общество декабристов было. Вот у меня есть еще одна фотография, как раз где сын декабриста женился на сестре Петра Ильича Чайковского. История, мне кажется, история нашей страны, она, ну, всеми нам изучается в школе, в институте. Может быть, это что-то суховатое, что-то такое близкое к математике, химии. Надо запомнить, какие цифры, какие-то буквы. А вот если ты входишь в нее через семейную историю или через краеведение, там, москловедение или еще какой-то город, вот тогда ты увидишь, как вот эта вся наука, как она на самом деле живая. И мне кажется, очень удачный фильм в том числе, чтобы мы каждый шанс использовали, чтобы наши люди, узнав что-то героическое о своей стране, еще больше ее полюбили. Вот, мне кажется, это главный смысл нашей дизельности. Вадим Дмитриевич, по-вашему, правдоподобным получилось фильм? Ну, во-первых, я хочу сказать, что исторические фильмы, они актуальны, важны и нужны. Особенно в настоящее время. Через семью, через наследие, память наследия, вот это обязательно надо и современные молодежи прививать. Тогда, только тогда, общество целое. И вот я хочу сказать, я совсем маленьким пацаном, в 10 лет меня папа повез на Бородинское поле. А потом втянулся в это и общество потомков, участников Отечественной войны, в котором я до сих пор состою, вот, оно мне глубоко интересно. И вот, когда я смотрел материалы, которые мне дала моя мама, я получил книжечку, сейчас я ее покажу, которую во время своей каторжной работы Василий Сергеевич Норов в Бобруйске, видите, слева написано, 1832 год. Вот посмотрите, Норов наотрез отказался участвовать в покушении на цареубийство. И, возможно, в связи с этим вышел из общества как раз около 23-го года. То есть, ваш Василий Норов, ваш предок в декабрьских событиях 25-го не принимал участие? его арестовали в Москве в доме Фанвизина, который тоже был членом общества. Но там, судя по этим воспоминаниям, его расстроили события 14 декабря. Он там написал, что они наделали, что наделали горячие головы. Вот я хочу сказать, понимаете, то есть, не тем методом, понимаете. И вот, когда Василий Норов был в заграничных походах, и вот этот интересный портрет, он написан с крестом. Это Кульмский крест. Это не подлинник, я просто разыскал такой. Это получено Василием Норовым от Курфюрста Баварского. Мы освобождали Европу от французов. Вот он получил за освобождение. Это тоже сейчас важно, понимаете. Вы представляете, столько у каждого из героев фильма или исторического события, своя биография, о которой можно говорить просто часами. Там не один сериал, а можно снимать просто бесконечное количество сезонов. Вы сказали, что важно, что молодое поколение смотрит. Я вот знаю, что у фильма «Своё спасение» целый фандом образовался. Добрый вечер. Василиса у нас в мундире. Здравствуйте. А давайте честно, вот у вас такой интерес к фильму «Своё спасение», потому что история интересует или потому что артисты молодые, красивые? Мне кажется, все вместе, потому что это правда красиво и актеры подобраны просто шикарно. И ты смотришь не только на самих актеров, но и на саму историю, которую они рассказывают. Дело в том, что фантом образовался сразу, когда появился фильм. То есть около пяти тысяч человек, абсолютно точно, молодых людей, которые загорелись историей после этого фильма. И еще самое интересное, которые загорелись тем, что в России есть хорошее кино. Вот я думаю, что девушки-девушки меня поддержат. Абсолютно. Слушайте, ну здорово. Александр Ильич, видите, как вы с экрана свое увлечение героям своим передали? Что вот так настолько заразится, что потом... Я в курсе был. Одна из главных составляющих того, чем занимается вот эта группа людей, которые занимались. Если молодое поколение идет в библиотеку и достает книжки, если молодое поколение, которое начинает интересоваться историей, которая была 30 лет назад, если молодое поколение начинает искать исторические материалы, составлять какие-то брошюры свои, писаться какие-то буклеты, ну тогда я считаю, что наша миссия выполнена уже. Ура! Миссия выполнена, но она же и выполняется прямо в эти дни, потому что очередная серия уже сегодня после программы «Время». Это совсем скоро смотрим. И еще вся следующая неделя тоже вечера на Первом канале. Союз спасения многосерийный проект не пропустите. Я, Дмитрий Борисов, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова